Андрей Антонович, поздравляю вас, в общем, такой хороший чемпионат, такая хорошая атмосфера, и даже приехал сам министр спорта, немножко неожиданно даже, в принципе, для меня, что все-таки во время Олимпийских игр, да, министр спорта все-таки уделяет внимание левокатлетике, и сказал, что левокатлетика его любимый вид спорта, вот, так что, как вы сами оцениваете итоги чемпионата, то есть они вас удовлетворили, или еще как бы команда не готова, видите, что команда готова биться в таких условиях? Видите, что замечательная атмосфера, хорошие результаты, довольны все тренеры, спортсмены, есть прогресс во многих дисциплинах, и вы это сегодня, и вчера, и позавчера видели. То есть, как длину, отлично, вообще 8-20, это очень хорош. Поэтому будем тихонечку двигаться, не надо там каких-то семимильных шагов, надо делать свое дело, давать результаты, и я думаю, что и спортивная общественность, или катетическая семья, они понимают, что мы на правильном пути. То есть, все-таки надо, на мой взгляд, надо объединиться, да, и как бы поддерживать усилия, в том числе и федерации, спортсменам, надо как бы, в том числе и даже в соцсетях, я считаю, что, к сожалению, не совсем правильно пишут по работе федерации, поскольку федерация действительно все делает, что может в этой ситуации. В легкой атлетике очень сложно объединиться, потому что это индивидуальный вид спорта. Очень важно слышать друг друга и слушать друг друга. Вот когда мы это сможем сделать, тогда мы объединились. То есть, надо понимать, что здесь как бы надо идти вперед, как бы, да? Надо объективно оценивать все. Искать позитив, больше позитива, как бы, искать позитив. И, кстати, я заметил, что очень большой результат пошли именно по юниорам. Это вот тоже хорошая тенденция. И я думаю, вы тоже следите за выступлением наших юниоров. Именно там у нас появляются новые звезды. Там, Дженнифер, Кенни Мико, Падина Минер. То есть, много звезд юных, которые готовы уже к таким, через несколько лет стать лидерами, даже уже на мировой арене. Это наш резерв, это наша надежда, это наше будущее. Надо их беречь и растить. То есть, в принципе, у нас, оказывается, есть перспективы. То есть, вы считаете, верите в будущее? Когда люди работают, у них всегда есть перспективы. То есть, есть будущее, у российской детской атлетики. Я в этом уверен. Спасибо вам большое. Пожалуйста. По-моему, красный получил. Ну, наконец-то. Ну, конечно, правильный.